Небо Анапы, шатер синий-синий, и волны, как чайки, летят в небеса. Анапа, ты где? Всем привет! Это Анапа, район санатория Малая Бухта. Если вы посмотрите по карте, вы увидите, что это практически окраина курортного санаторного побережья Анапы. Мы с вами сейчас пройдемся по побережью и посмотрим, что здесь есть интересного и примечательного именно в мае. Это так называемый район высокого берега. Здесь, по сути, самого пляжного места-то, видите, очень немного. Причем все это камушки. Будочка впереди. Это лифт, на котором можно спуститься к морю. Сейчас мы проверим, работает он или нет. Сегодня один из немногих солнечных дней в мае, потому что этот май, в принципе, пасмурный. Так, лифт. Так, лифт приехал. Так, второй, третий. Еще несколько этажей. Давайте на первый. Я так понимаю, двери откроются с этой стороны теперь. И мы окажемся уже совсем у моря. Вот мы вышли к самому берегу. А в начале были вон, около того заборчика на третьем этаже. Пойдемте посмотрим. Там в море, по-моему, полно этих... Медузы. Полно медуз. Это жилой комплекс «Золотой берег». Довольно урбанистическое сооружение, как мне кажется, для курортной зоны. Здесь, смотрите, сделали какой пляжик. Монумент «Вся власть советом». Так, идем дальше. Достаточно просторная набережная. Много прогуливающихся. Давайте свернем поближе к этому новому, видимо, сооружению. Подождите, подождите. Мы вышли в такой славянный путь. Куда мы вообще отправляемся, баба? Гулять. Куда? Прикутаем. Да. Автомобильчики. Вот отсюда видна вся набережная, бухты. Смотрите, вон порт, где синий кран. А дальше уже набережная Анапы. Не знаю, докуда мы дойдем. Очень она, посмотрите, длиннющая. Но докуда дойдем? Морской вокзал. Такой скромненький. Тут начинается основная туристическая и прогулочная часть набережной. Наверное, ее второй уровень. Толпы туристов, толпы отдыхающих. Ну и морской порт поближе. Сейчас с высоты посмотрим, что здесь видно. Посмотрите, как дугой идет набережная. И мы сейчас по этой дуге будем продвигаться. Аж вон туда, за краном, видны еще строения. Тут куча аттракционов. Вот хочу попасть туда, на песчаный берег. Именно песчаный, а не галечный. Есть куча аттракционов. Это что? Моют. Все, чтобы выманить побольше денег. Детьми у родителей. Красочные машинки. Качели, карусели. Но зато набережная такая широкая. И, в принципе, очень комфортабельная. Детям развлечения. Детям развлечения. Маши рукой. Молодец. Так, а вот тут, оказывается, прямо на набережной есть археологические музеи. Археологический заповедник гор Гиппия. Вон впереди не слабенькие такие водные горки. Хотя не любитель всего этого, но бывает разок прокатиться можно. Народу еще все-таки, видимо, не так много, как в основной туристический сезон. Вот такой антураж у местных заведений. Стандартная стрельба. Машинки. Сувенирчики. Давайте выйдем тут на берег, посмотрим, что-то здесь только готовят. Что ли, пляж, какие-то горы песка. Пляж Санта-Фе. И П. Егизарян. Частный, что ли. Непонятно, только готовят к сезону. Что-то какие-то странные. Куча песка. Ну, что тут. Водоросли. Водоросли. Побережье достаточно меленькое, конечно, с детьми. Вон, смотрите, люди, как далеко ушли. Все по колено. Кто-то, спортивная команда, тренируется. Песчаный пляж все-таки. Не идет ни в какое сравнение с галечным. Лебедей люди подкармливают. Интересно. Пролетели сюда. И голуби заодно едят. Сережа, кто здесь? Вот, аквапарк. Еще не работает, сезон не начался. Но, в принципе, достаточно приличные, смотрите, горочки. Посмотрите, какие интересные штучки из металла. Чьи-то произведения. Очень круто сделано. Кусты роз. С фонариками. А вот это мы, в принципе, в том же направлении, но зашли откуда-то сбоку. Центральный пляж. Еще чеканет, температура не работает. Еще пока не сезон. Но, в принципе... Для пляжа очень так неплохо в плане размеров. То есть, сравнивая пляжи в Ялте, Севастополе, других таких крупных городах. В Анапе, конечно, пляж, действительно пляж огромный. Ну и вот оттуда мы пришли. Только по стороне пляжа. Вот все-таки посмотрите, тут какие клевые пляжи. Вот это, скажем так, мое предпочтение. Когда песочек, причем песок такой вот меленький. Меленький песок и много-много места до моря. И в длину, и в ширину. Смотрите, пляжи. Какого размера здесь. То есть, это, не знаю, тут такого размера пляж. От береговой линии до моря. Можно идти аж вон туда, до окончания косы. Сейчас народа тут, конечно, немного. И вообще смотрится все это прикольно. Ну, в последнее время мне доводилось бывать на пляжах либо каменистых, либо вообще обрывистых. А тут благодать. Тут хорошо. Продолжается вот такой широкий пляж. Корабли привыкают к плаванию, Привыкают и к якорям. И в далекой заморской гавани Тянет их к родным берегам. Твой бумажный кораблик желание Через бури и грозы плывет. И пройдя через все испытания В эту чудную бухту войдет. А небо Анапы Шатер синий-синий И волны, как чайки Летят в небеса Анапа, ты детская гавань России Ты вновь поднимаешь Мечты паруса Через годы расстояния Твой бумажный корабль плывет Он с волшебной страною желания С нетерпением встречи ждет Здесь любые мечты сбываются Здесь надеждой живут слова Здесь романтиком открываются Неизвестные острова А небо Анапы Шатер синий-синий И волны, как чайки Летят в небеса Анапа, ты детская гавань России Ты вновь поднимаешь Мечты паруса И на солнышке волны светятся И на берег спешат скорей В этой радостной бухте встретятся Сотни добрых больших друзей Так пусти свой корабль в плаванье Если хочешь счастливым стать Чтобы в этой волшебной гавани Алый парус мечты поднять А небо Анапы Шатер синий-синий И волны, как чайки Летят в небеса Анапа, ты детская гавань России Ты вновь поднимаешь Ты вновь поднимаешь Мечты паруса А небо Анапы Шатер синий-синий И волны, как чайки Летят в небеса Анапа, ты детская гавань России Ты вновь поднимаешь Мечты паруса А вот, собственно, впереди вся на Аполлон Золотая бухта Комплекс Комплекс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok